Итак, сновь приветствую, уважаемые слушатели канала «Сангейтс». И сейчас я продолжу рассказывать о том, как складываться будет поле каждого месяца следующего года, 2024, в аспекте нашего сознательного. То есть то, что мы будем логически своим умом вчитывать пространство как к тему этого месяца. Итак, начнем с января. И в январе энергия месяца пройдет с энергией с артепипом девятого аркана «Отшельник». И здесь месяц готовит много духовных открытий. Мы будем заняты больше своим внутренним миром. Нам предстоит собраться с мыслями, обдумать свой жизненный путь. В это время хорошо удалиться от социума, как уехать в дальние путешествия, где никто не беспокоит. Или можно просто остаться наедине с собой, своими мыслями. В чувствах это может означать остранение и охлаждение. Охлаждение для того, чтобы произвести некую переоценку. Ну, конечно, это не значит, что целый месяц придется страдать от одиночества. Вовсе нет. Просто пришло время понять, погрузиться в некую мудрость и что-то поменять в себе. Чтобы понять в общении с другими людьми, с тем, чтобы плавно войти в этот год, уже поняв цели и задачи. Потому что с того момента, когда стрелки часов перевалили за полночек, когда календари все начали уже вывешиваться везде абсолютно, и мы видим, что привычные тролички на конце этой даты добавилась совсем другая циферка, четверочка, она будет давать свои вибрации, естественно. Поэтому, знаете, когда мы переходим из осени в зиму, вот такая вот какая-то зябкость такая, когда нам привыкнуть надо к новым температурам, вот здесь тоже такая некая адаптация пройдет. И вот как раз в январе вот с этим отшельником он нам даст пройти эту адаптацию легко. Далее, в феврале. Десятый аркан колеса фортуны. И этот месяц, февраль, да, готовит существенное изменение жизни. Вот в какую сторону, в лучшую или в худшую, то есть колесо же крутится постоянно, да, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Вверх поднимает, у нас настроение прекрасное, вниз что-то не заладилось, что-то прозармаживает, да. И все зависит от того, что опять-таки наработано за прошлые периоды, потому что и год-то у нас кармический, и вот десяточка, она тоже кармична. Поэтому в этом, в это время нужно воспользоваться всеми шантами, которые дает судьба. Еще сложнее будет, может быть, где-то их увидеть и распознать. Поэтому вам предстоит научиться подстраиваться к нестабильности, вот к этой, да, к этим качелям, да. То есть утро было одно, вечер совсем другое. Все может меняться очень быстро, непредсказуемо. Тема денег, естественно, возникнет в феврале обязательно, не десяточка этой прогрессии, в первую очередь. И в сфере любви могут быть, как и шансы, так или в помыслных отношениях, как по десяточке бывает, да, то прямо такие итальянские страсти, то охлаждение, как будто даже люди не знают друг друга. Но это, ну, не что называется, потому что позиции несколько, в Мандале мы изучаем. И обычно, когда я рассказываю про месяц, да, я говорю тогда о теме уроков. А сейчас мы говорим о сознании, о том, что на шум будет считываться пространство. То есть уроков мы не знаем, они нам только предстоят. И это как вот зайти в класс, опять же, да, выкинуть этот билетик. И какой билет попадет вообще нам, да, это уроки. А вот сознательно, поле сознания, вот оно будет таким, какое я сейчас рассказываю. В апреле, 11-й аркан. И это энергия силы, период испытаний на прочность, на страстность, на способность предавить трудности. Да, вот как вот так покидала в предыдущий месяц. И здесь, так, это у нас не апрель, это у нас, это март у нас, да. Испытания, значит, да. В феврале нас немножко так покидало. И потом этому периоду будет сопутствовать то, что мы так научились, да, по всеми испытаниями справляться, любым препятствиям. У нас есть сила воли, сила духа. И мы достойно преодолеваем, остаёмся победителями. То есть это отличное время, отличный месяц, чтобы заниматься спортом, бросить вызов самому себе, поменять привычки, развить силу воли и так далее. Так, дальше у нас, то есть мы не останавливаемся на полпути, стараемся идти, не проявляя агрессию. Вот, энергии много. И главное направить её туда, куда надо. Дальше у нас идёт с вами апрель с энергией повешенного. И здесь будет такое некое стогнатное, торможение для того, чтобы поработать над собой. Дела могут идти не так быстро, как хотелось. Порой придётся находиться в состоянии зависания, ожидания. Может показаться, что что-то ускользает, уходит, что-то потеряет из возможностей. Но расснить это как некую жертву, как благотворительность, например, такую ментальную для будущего блага. Потому что если этот период таков, что что-то уходит, то обязательно на освободившееся место приходит что-то новое. Проработка себя состоит в том, чтобы суметь увидеть новые возможности в текущей ситуации. Потому что повешенный всегда висит вниз головой. И ореол вокруг головы является озарением. Для чего эта ситуация была дана? То есть он всегда видит мир несколько перевёрнутым, несколько под другим ракурсом. Поэтому нужно учиться терпению, смирению, пониманию, принятию, ниже ртвить и воспринимать всё под иным углом зрения. Далее у нас идёт май. И здесь время с 13-м арканом трансформации может стать таким поворотным. 13-й вообще резкий. Таким крутой поворот называется. Что-то вывершается, что-то теряет смысл. И следствием будет полная трансформация, кардинально-перемерная в любой сфере. И в конце этого периода месяца можно ощутить себя совершенно другим человеком, обновлённым, с новой прической, с новыми какими-то желаниями, мировоззрением. С чем-то придётся расстаться безвозвратно, чтобы открыть дверь новому. Перемены могут быть значительными. Где-то, если это по минусу проживать, то болезненными. И задача — уметь подстроиться, адаптироваться, избавиться от тени прошлого, от бесполезных вещей в жизни, вплоть до того, чтобы дома просто привезти расправление, уборку, генеральную уборку, тем, чтобы то, что давно не решались выбросить, а давно пора было, мы уже наконец-то избавились от этого. Дальше, июнь. Здесь энергия 14-го аркана, искусство, творчество. Это идеальное время для отдыха на природе. То есть это время, когда, вот если на картинке смотреть, то это вода, природа, два берега, то есть это серединный путь, золотая середина. Но если восьмёрка, она даёт гармонию на уровне физическом, на физическом плане, то 14-й, он тринит нас гармонией на духовном плане и даёт большие возможности. Хорошо для художников, для творческих людей, для людей, занимающихся камнями. И здесь надо понимать, что это тоже немножко роднивости – это такая заболоченная энергия. Когда хочется что-то ускорить или наоборот замедлить, но не получается. Поэтому надо понимать, что всё произойдёт в нужное время. И время даст столько благ, сколько необходимо для комфортной жизни. Не более, не менее. Доверяйте это время ангелу-хранителю. Он лучше знает, что для вас будет полезным. Это время для того, чтобы воздать благодарность за то, что было давно свыше. Следует найти равновесие внутри, суметь примирить внутри противоречия, соединить желания с действительностью и стать прицелосным человеком. Дальше. В июле энергия 15-го аркана «Дьявол». И это время после вот такой тоже небыстрой 14-й энергии, 15-й такой стремительный, да. И время больших возможностей, больших искушений, возможностей достичь больших высот неимоверных, могут быть разум. Время может заставить, или энергии заставить, хотя бы всего и сразу. То, что в другие периоды требовало вашего труда, упорства, в этот период пойдет на голову само собой. 15-й такой, знаете, волшебник, который из воздуха манифестирует то, что ему надо. Искушение будет состоять в том, чтобы знать меру, не гибать палку эту, вовремя останавливаться, так как легкая победа и власть может погладить все и возвести вас над окружающим. Следствием будет проявление надменности в искомерии, ощущение всевозможности, когда темная сторона личности может взять вверх. Поэтому надо отслеживать. И часто за этим следует громкое, отрезвяющее падение. Ну, там же дальше у нас 16-й, да, по очереди. Поэтому не позволяйте втянуть вас в какую-то дьявольскую авантюру и увести по ложному пути. Потому что следующая энергия для людей, рожденных, не для людей, рожденных, а для всех, да. Ну, кстати говоря, оговорочка по Фрейду, для людей, рожденных в августе, вот эта вот энергия, которая для всех будет 16-я, да, она, знаете ли, в двойне. Потому что, если посмотреть по октавности, то 16-й, он состоит из двух восьмерочек. Восьмерочка, я уже сказала в предыдущих видео, что для людей, рожденных в августе, вот этот год следующий, он будет корничен, он будет в области уроков. И это очень важное время. И август для августовских вдвойне важен, потому что вот она 16-я, да. И этот период, ну, как правило, легким не считается. Поэтому приготовьтесь к тому, чтобы перестроиться на новый лад, отказаться от старых, устарелых убеждений, от изживших себя парадигм мышления. Старое мировоззрение должно раствориться, а Вселенная требует изменений, обновлений. Она будет давать испытания, потому что обычно вот новое, оно не может прийти просто так, да. Надо сломать старое, вот когда излом происходит, да, вот этого всего отжившего, все разрушается, почва зачищается, и настраивается уже новое здание, новое, ну, вот, например, даже если в авто смотреть, да, то всегда же, если, чтобы какой-то там, даже сарай построить, какой-то, да, гараж новый, сносится вообще старое строение, почва зачищается, а потом с проектом правильно выстраивается новое. Поэтому такие ситуации могут быть. И через вот этот вот архитект башня могут в том числе происходить разрушения планов неких, да, полный отказ от чего-либо, уход, увольнение с работы, ну, например, вариант, да, где проработал человек много времени, и таким провоцирующим событием может стать внезапно незапланированная, например, смена жилья, ну, или разрушение жилья, поломка или необходимость ремонта, чтобы смягчить влияние. Вообще, когда шнаппы, это всегда лучше ремонт затеять самим. Я об этом уже говорила, и это вот лучшее вообще средство. И к этому тоже заблаговременно необходимо и добровольно подойти, своевременно производить починку того, что уже требует ремонта, да, не дожидаясь, когда сломается совсем, например, да, какая-то там техника, которая уже там какая-то пластиночка, да, играла-играла все время на одном каком-то витке, вот это вот как в советское время ее зажевывало, да, вот, то есть надо уже подумать, что там может быть с этой иголочкой сделать, вот, чтобы не стало такое, что все сломалось, и починка была бы еще и дорогой, и сложной. Поэтому самое главное, что поездка здесь не рекомендуется для людей, рапившихся в августе, и рекомендуется быть внимательнее на дорогах, бережно относиться к своему здоровью, да, никаких вот этих вот прыжков спрошу там и так далее, вот это вот все исключается. Далее, для людей, сейчас уже не для людей, да, повторяю уже, что у нас общий, да, сентябрь, общий сентябрь, и здесь вообще можно, вот, с энергией 17-го аркана, да, 17-й аркан творчества, можно стать звездой. И вот все, кто в это время готовится, а, знаете, вот раньше тоже бывало так, что вот в школах, например, были там осенние баллы какие-то, да, и детки готовили свои наряды, готовили на стол улюда лишь, и лучшие какие-то родители помогали, да, и вот все это, вот, светские мероприятия, яркость, публичность, все здесь будет во главу угла, и вот в целом, как-то вот светская жизнь, она будет вот на первый план выйти, да, то есть вот опять-таки динамика, если в 16-м предыдущий месяц там все зачистилось, то, что надо было просто взяли и сделали какую-то стройку, да, засечили рукава, и там большую устроили, большой ремонт, большую стройку, а сейчас вот в следующий месяц можно уже вот в этом новом доме отдохнуть, пригласить гостей и устроить празднество, ну, новоселье, скажем так, да, вот, поэтому о вас будут говорить и о всех нас будут говорить, да, кто использует эту энергию позитивную, использует по максимуму, то есть можно влиять на большое количество людей, находиться в центре крупных событий, если вы решите свою деятельность в YouTube вести с какими-то полезными советами, советы чего угодно, как приготовить вкусную, полезную пищу или что-то там, как связать красивые вещи, ну, то есть все, что вам отбывается верным решением, в целом в течение времени месяца будет такой романтический настрой, это время ходить по театрам, высока вероятность завязать новые отношения, они будут трогательными, теплыми, красивыми, романтичными, захочется, возможно, заняться, ну, как я уже говорила, творчеством в целом, да, в общем, в широком диапазоне, проявить свои способности и представить их общественности. Дальше, октябрь, здесь энергия, вот после такого праздника, да, предстоящего месяца, и октябрь будет несколько уставший от праздника, он будет домашним, он погрузит в сомнения, все деньги растратили на удовольствие, да, вот так вот, как стрекоза пела-плюсала, да, а здесь уже так надо посчитать, на что хватит и так далее, вот, поэтому тема вкусной домашней кухни, тема, как жить дальше, да, где суть вообще, где ее найти, погрузиться в себя, все это здесь будет, кто-то, может быть, вам покажется, что был нечестен с вами, подсознание будет подсказывать, но логика не захочет в это верить, вот это время иллюзий, да, 18-го аркана, это туман такой, какой-то внутренний обман, и здесь надо слушать интуицию, направлять вопросы своему подпознанию, и тогда вы будете хорошо ощущать по первым признакам что-то не то, да, вы будете, ну, женщины особенно, да, вот эти вот лунные циклы, луна, приливы, отливы, вот все чувствуется, время неясного пути, и вам подсвечивать будет каждому из нас наша цель, ну, у всех, это вот я же говорю про общее, да, а у всех по мандоле посчитать, будет еще своя энергия, но своя в ней составляющая, это 18-я энергия тоже будет как составная, то есть так или иначе на всех это влияет, просто в большей или меньшей степени, да, с каким-то своим оттенком, и мы понимаем, сознаем, что путь именно там для нас, куда ведет наша жизнь, куда ведет интуиция, пока мы дороги не знаем, внутренне мы можем бояться этой неизвестности, но в окружении внимательно отслеживайте, что происходит, и вы будете понимать по каким-то звоночкам, вообще, куда бы удержать, смотрите, чтобы не было вокруг тоже лжи, доверяйте себе, и эта энергия также говорит о рождении детей, о более тесном общении кругу семьи, да, с пирожками, с просмотром любимых фильмов и так далее. Ноябрь. Здесь все прояснится, после луны всегда выходит солнышко, да, ночь заканчивается, начинается рассвет, встает солнышко на горизонте, все, что было вскрыто в прошлом, и было непонятно и страшно, оно проявляется, и вы ощущаете радость жизни, яркость эмоций, рождение детей, оно принесет счастье, для кого-то это будет новая должность, и станет вершиной стремления вообще, да, и труда в предыдущие периоды, это вот такая заслуженная карма, так по восьмерочке может проиграться, положительная. Дальше это прекрасное время для того, чтобы устроить свою жизнь по-новому, ну, для кого-то выходить замуж, жениться, пополнить семью, получить заслуженные награды по работе, материальный достаток здесь обеспечен, мечтайте по максимуму, не отказывайтесь ни в чем, реализовывайтесь на полную катушку, и все будет у вас отлично, и замечательным. И мы сейчас подходим, да, плавно к декабрю, и декабрь у нас после вот такой вот яркости солнечная 19-го плавно переходит, вот мы сейчас говорили про мужскую тему, да, вот это вот замуж, следующая энергия за 19-м, ее 20-я энергия рода. Вообще все, что касается членов рода, объединения, рисования родового древа, люди тянутся друг к другу, хочется перенимать традиции, больше внукам проводить время с бабушками, дедушками, отследить, какие были тенденции, какая повторяемость событий по роду, вообще все, что касается рода, да, вот сесть, ну, нумерологи могут, например, да, вот это сделать, посмотреть и родовое древо разрисовать, рассчитать через даты рождения родных и вот увидеть взаимосвязь, какие генетические особенности, свойства, традиции и привычки, паттерны поведения, да, переходят от кого к кому. Ну, например, вот яркая дата с 20-кой там у бабушки была, да, и у нее она проигрывалась как то, что она создала такую крепкую семью, большую, там, семья, дети разных полов и так далее, и много что вообще они успели, вот, что называется, посадить дерево, родить сына, да, и мы можем проследить, у кого из внуков или внучек проявится примерно такая же, ну, конечно, не один по один, да, но примерно такая же судьба, то есть будут проигрываться, а когда есть двасадочки, это всегда про то, что будет повторяться, некая тенденция к возвращению, и если были какие-то огрехи, да, по роду, то вот все, что не доработал человек в этом роду, да, подсвечивает род, когда приходят люди, значит, потомки, вот с этими же энергиями, с этими же двасадочками, у кого-то это в году двацаточка, уторвился двадцатого, у кого-то двацаточка по расчету, получается, на других позициях, вот так или иначе, это все про то, что важно понимать, что род – это структура, которая должна возрождаться, которая должна крепнуть, родом необходимо заниматься, необходимо регулярно вспоминать о благодарности папе, маме, бабушкам, дедушкам, и в течение года есть такие времена, когда чтатся традиции, вот эти, да, то есть когда устраиваются определенные ритуалы в поддержку своих хранителей рода, поэтому декабрь хорош для вот такого рода деятельности, тем более, что он завершает также год, когда вот вся семья может собраться и подвести итоги, порадоваться друг за друга, у кого как прошел год, и это прекрасное время, и я на этом заканчиваю и запишу следующий ролик, в котором расскажу, какими чертами будут в большей или меньшей степени наделены детки, рожденные 8 и 30 числа, в августе и в целом, да, вот если вот есть восьмерочки в следующем году, то есть те, кто планирует рожать на следующий год, вот мы про тему рода только что, да, закончили, и вот плавно переходим, когда в роду рождается ребенок, если он родится в следующем году, то какими чертами он будет наделен. Продолжение следует...